Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Радость моя», и на наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы очень искренние, очень доверительные, и мы благодарны вам за вот это доверие, тем более, что касаются они действительно подчас сокровенных сторон нашей жизни, например, отношений до брака. Как правило, это люди молодые, вступающие в жизнь, люди, сохранившие еще чистоту души, и мы, повторяю, очень благодарны за такое доверие. Вот «Рад Божий» Дмитрий спрашивает. «Я уже более полугода общаюсь с девочкой. Мы учимся в православной гимназии, я упоем в храме, мне 16 лет. Я собираюсь сразу после окончания гимназии поступать в семинарию. Является ли грехом общаться до совершеннолетия с девочкой, если я серьезно настроен и после окончания школ я готов на ней жениться? И грех ли обниматься и целоваться до брака?» Очень хорошо, Дмитрий, что вы так серьезно настроены. Дай Бог, чтобы вы сохранили такое устроение души, чтобы какие-то жизненные бури не поколебали вашего намерения, и, главное, не омрачили чистоты вашей души. То, что вы дружите с девочкой в школе, это хорошо, но вот тут нужно просто исходить из реальности. Человек – существо эмоциональное, и это очень хорошо. Господь даровал нам эмоциональную сферу, вот как особое проявление человеческой натуры, как особый дар, как особую, может быть, даже награду. Но, поскольку она эмоциональная и как бы не подчиняется доводам рассудка, то очень часто наша эмоциональная сфера берет над нами верх. Вот поэтому нельзя и близко приближаться к границам, которые, собственно, трудно и описать. Но понятно, что вот наступает какой-то момент, с которого человек перестает себя контролировать и может рухнуть. Нужно иметь в виду, что если вы хотите поступить в семинарию, то к кандидату в священство предъявляются очень строгие требования, в том числе абсолютная чистота до брака. Вот нельзя переступать границу, которую переступать нельзя. Так что вот общаться можно, но, повторяю, это должно быть открыто, очень подконтрольно, добровольно причем. Родители должны быть в курсе, если вы верующий, учитесь в православной гимназии, значит, вы должны каждый свой шаг согласовывать с духовником. И вот дай Бог вам без потерь, сохранивши чистоту и свежесть чувств, пройти вот этот путь, который вам предстоит, и дай Бог вам принять саны, служить церкви, дай Бог вам создать семью. Но это вот нужно решать с вашими духовниками, с вашими родителями. И вот дай Бог вам сил избежать возможных ошибок, с которыми так легко столкнуться. Но если вы действительно в церкви, действительно верите, действительно молитесь, все будет хорошо. Раба Божия Валерия спрашивает, отношения, которые приводят к созданию семьи, обычно начинаются с дружбы. А что делать, если со мной хочет познакомиться парень, которого я не знаю? Ведь он рассчитывает на какие-то отношения. Получается, что если я соглашаюсь ходить на свидание, я соглашаюсь на легкомысленные отношения. Но если я откажусь, я так и не узнаю, что он за человек. Да, Валерия, это достаточно трудно. Вот даже в мое время, когда я был молодым, такое присловие ходило. Парень девушку целует, хочет познакомиться. К сожалению, культура общения резко упала. Резко. И то, что вы говорите, имеет место быть. И это ненормально. Вот должно быть очень строго, очень доброжелательно, очень корректно, очень бережно. И очень строго. Ведь эта сфера очень эмоциональная, очень открытая, очень ранимая. Конечно, если не встречаться с человеком, вы не узнаете, что он за человек. Но вы для себя должны знать совершенно четко границу, которую вы не позволите переступать никому, ни себе, ни окружающим. Вот девушка по существу, по своей сути, существо целомудренное. Если вы понимаете, что это совершенно особый дар, особый, благодатный дар, к Богом вам врученный, если вы его бережете как святыню, значит, вы не позволите никому нарушать святость этого дара и переступать какие-то, пусть трудно определимые границы, но которые вы сами прекрасно чувствуете. И вот если вы твердо настроены держаться и быть неприступной, ну, доброжелательный, открытый, естественный, но неприступный, тогда вы сможете правильно строить отношения с молодыми людьми. Помоги вам, Господи. В наше время многие девушки беременеют до брака. Среди моих родных тоже есть такие случаи. Всегда молодой человек брал после этого девушку замуж. Так поступил и мой родной брат, и мой двоюродный брат, и даже мои родители, когда ждали первого ребенка. У меня ситуация такая же. Я своего парня забеременела, но он не хочет на мне жениться. Почему такая несправедливость? От чего это все зависит? Спрашивает раба Божия Анна. Могу вам от души посочувствовать. Трудное положение, но только с одной стороны посочувствовать, а с другой стороны поздравить все-таки. Рождение нового ребенка – это всегда радость. Хотя, может быть, оно сопряжено с какой-то несправедливостью. Но, видите ли, Анечка, дело в том, что вот не зря существуют заповеди Божии. Они не для того, чтобы кого-то в чем-то ограничить. Напротив, они исходят для того, чтобы уберечь от тяжелых переживаний, подобных тем, что переживаете вы. Если люди ведут себя целомудренно, значит, они не попадут в такую ситуацию. Вот поэтому и есть заповедь Божия – не прелюбодействуй. Храни чистоту до брака, и ты будешь счастлив. А если ты вот ее не сохранил, вот бедный человек, бедный человек, хороший человек, но попадает в трудную ситуацию. Ну, потому что он не счел для себя нужным, вот как, ну, к чему-то недопустимому относиться к нарушению заповеди Божией. Как сказано в сказке о «Золотом петушке» Александра Сергеевича Пушкина, «Сам себя ты, грешник, мучишь». Вот мучишь несчастный, а все-таки грешник. А раз грешник, значит, кайся. Я вам советую, Анечка, пойти в храм и покаяться вот от души, вот без всякого снисхождения к себе. Ничего плохого не хотел, это понятно. А вот получилось, как получилось. Но потому что нарушила заповедь Божия. Нельзя ее нарушать. Вот в этом грех. В этом грехе и кайся. А Господь милостивый и всемогущий, и дай Бог, чтобы он устроил вашу жизнь. Может быть, и вот отец вашего ребенка устыдится, а главное, поймет, что он имел дело с хорошей девушкой. И ваше отношение восстановится, а главное, узаконится. Вот дай Бог, чтобы вы вступили в законный брак. Ну, а если не так, все равно не теряйте надежды, ни радости. Вы молода, вот у вас будет ребенок, но вся жизнь у вас впереди. Конечно, будут трудности, но если вы будете человеком верующим, Богу верным, то преодолеете все трудности. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, что мы вновь встретимся в эфире. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на сайт Закон Божий. Мы постараемся на них ответить. Всего доброго. Господь с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!